Автомобиль не игрушка. Человек за рулем обязан всегда быть на чеку. Примерно так видит мир водитель через тонированные стекла авто. Прибавить к этому естественные факторы, такие как темное время суток или плохие погодные условия, и видимость становится еще хуже. Этот принцип инспекторы ГИБДД пытались донести до водителей долгое время. Но штрафы ни к чему не привели. Новые карательные меры, а именно снятие госномеров, по мнению полицейских, должны подействовать куда как убедительней. Сегодня мы проводим рейд, направленный на выявление нарушений, связанный с превышением требований технического регламента по безопасности колесных транспортных средств. То есть светопропускание стекол автомобилей должно составлять 70%. Невооруженным взглядом видно, что у этого авто показатель намного меньше. Проверка специальным прибором официально подтверждает это предположение. Светопропускная способность стекол менее 30%, вместо положенных 70%. А значит, госномер внедорожника подлежит изъятию. У этого авто светопропускания чуть больше, но ГОСТу все равно не соответствует. Водитель оправдывается. Я считаю, что она не мешает. И эти законы то отменяются, то опять входят в силу. Я второго числа от друзей узнал, но в силу занятости, как можно так сказать, не успел снять, хотел это сделать, но не успел. Теперь найти время все-таки придется. В течение суток водитель должен устранить дефект. Иначе ездить на своем автомобиле он не сможет. Закон есть закон. А этот автолюбитель решил, что лучше распрощается с тонировкой, чем с госномерами. Я могу сейчас снять, и нам ранее будет семнадцать, потому что я привожу в нормальное техническое состояние. То есть транспортное средство при вас. Самостоятельно убирать пелену с глаз оказалось не так-то просто. Темная пленка плохо сдирается, на стеклах остается клеящее вещество. Зато дорогу видно. Перефразирую известное высказывание, снял тонировку, езди спокойно. Наталья Романова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.